Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Пробежалась я по последним видосикам. Ну чё, началось у пиратов. Всё, понесло в скандалы. Короче, началась опять-таки строгая экономия. Для чего покупали машину, непонятно. Но в начале видеоролика, ребят, Вовка проснулся, подскочил. Правда, не с утра, а уже ближе к обеду, да. Подскочил, потому что увидел, что есть свободное место во дворе. И решил припарковать машину. А я-то думала, слушайте, что когда они вчера ставили, получается, машину, что ставили около дома. Но оказалось совсем не около дома. И целый видос, ребят, про парковку машины. Даже пиратка через камеры наблюдала, в окошко выглядывала. Слушайте, ну сейчас как раз-таки они купили машину для контента. Скандалов будет немерено, ребят, посмотрите. Сейчас она визжит, кричит, что нужно менять масло. Масло в сервисе стоит 4 с чем-то. А можно на 2 тысячи дешевле на Азоне заказать, через день придёт. Ну так всем понятно, что в сервисе всегда масло почти вдвое дорого. Ну откуда знать, пиратки, откуда знать. Ищут сервисы подешевле, поближе. И чтобы отзывы были получше. Ну и команда Вовке дана. Искать мойку, но Вовка не нашёл. Слушайте, сколько скандалов. Вовка орёт, что ездить он на ней и не будет. Да, пока нет страховки. И вообще он будет садиться только с Нинкой. Потому что если машина не застрахована, то он ездить не будет. Я вообще, ребят, сомневаюсь, что он на ней куда-то поедет. Они сейчас только смотреть на неё будут. Дальше возмущению Вовке нет предела. Что экономит. Это же надо так экономить. Какие-то две тысячи решила сэкономить. Визжит, как потерпевший. Слушайте, на пиратку, да. А та сейчас ей и приходится только каждую копеечку экономить. Представьте, если она в кабалу влезла с этой машиной. А это она ещё так, мелочь, да. Масло поменять, там что-то ещё поменять. По мелочёвке. Это же они ещё эту машину конкретно-таки не смотрели. Они поверили подписчикам своим, что машина якобы классная. И всё с ней в порядке. Вы представляете, если машина начнёт ломаться. Я представляю, что это будет. Сколько вони, сколько крику будет, если уже началось с масла. Короче, трешняк полнейший. Уже она заказала какой-то там набор автомобилиста, да. А Вовка тем временем лежит, слушайте, на кровати, как мешок, простите, не буду говорить с чем. Весь заклеен бумажками и истерит по полной. Ну а дальше прогулка пешком, ребят. Пешком, да не пешком, а на трамвайчике. Купили машину и на трамвайчике решили прокатиться. Короче, вообще не понять, для чего они её купили. А, нет, чтобы Вовка целовал ключи, чтобы Нинка обнимала и целовала эту машину, но никуда не ездить. Кстати, говорит, всё, мы уже как только застрахуем, мы планируем с Наташей поехать на шашлыки. Кстати, вчера, когда они пригнали эту машину, почему-то главный человек не вышел посмотреть. Это Вовкин папа. Видимо, он один из всех адекватный и понимает, что ничего хорошего эта машина Вовке не принесёт. Во-первых, ребят, машину купила пиратка на себя, то бишь, оформила. И сейчас, как всегда, начнётся. Машина моя пошёл вон отсюда, отдай ключи, никуда не поедешь. Да, в принципе, знаете, это сценарий для зрителей. На самом деле он и сам боится, слушайте, выехать куда-нибудь без контроля. Ну и дальше слышали, что Нинка сказала, что якобы сначала сервис, а потом весь твой сервис, то есть сервисный центр будет Иван. Бедный Иван, я представляю. И она, главное, заявляет, я лучше Ивану заплачу, то бишь Васильком, наверное, чем кому-то другому буду платить. Понимаем мы, Нина, чем ты можешь заплатить, Васильковской халявой, но только не деньгами. Но ещё, ребят, я представляю, если вдруг эта машина в ближайшее время где-то там поломается, да, глюканёт, говно польётся как раз-таки в сторону тех, кто им продавал. И так, слушайте, шикарно принимал у себя в доме. Ну а если и Ванька откажется, то и Ваньку говном перемажут. Хотя, вы знаете, я сомневаюсь, что Ваньку говном Нинка перемажет. Вовка ей быстро вареник заткнёт. Я уж не раз слышу, как он визжит на неё, что ей приходится заткнуться, а не Вовке. Ну а дальше пиратка объясняет, что вот мы понимаем, что машина – это дорого, да, но удовольствие, якобы удовольствие дороже. Это же какое удовольствие – выглянуть из окошка и увидеть, что у тебя там стоит машина. Просто стоит. И можно выйти просто, да, погладить её, ага, поцеловать, обнять. Это же и правда, какое удовольствие. Только вот удовольствие, когда муж в семье сам зарабатывает, сам покупает машину, сам на ней ездит, сам занимается ремонтом, поиском сервисных центров, поиском каких-то запчастей для машины, маслом и прочими какими-то там деталями или чем-то необходимым. А это будет искать всё экономное. Экономное масло, да, будет искать подешевле фуфло какое-нибудь и заливать в машину. Это будет искать и ремонт, потому что фуфке это не дано. Ему дано только лежать на кровати или заглатывать макарохи на кухне, при этом не разжёвывая, потому что нечем, нечем жевать. Наверное, как раз таки и есть это огромное удовольствие для пиратки. Дальше поползли на прогулку, да, на прогулку прогуляться. И, значит, вышли во двор, а их машинку уже перекрыла другая машинка. Но, смотрите, как Нинка отреагировала более спокойно. Уже же она начиталась наших комментов, что кто-нибудь да перекроет их машину, так как поставили в чужом месте. Вот если бы они решили выехать на ней, вот как бы они, интересно, это сделали? Мне интересно, когда же они уже на ней выедут? Ну, сейчас, наверное, ещё несколько дней будут просто мусолить тему машины, скандалить, считать каждую копейку, которую на неё потратили, а не на Вовкин желудок. У Вовки, конечно, сейчас истерика, да? Истерика то, что экономия, то, что есть охота повкусней, да ещё эта машина, которую он капец как боится, как боится лишний раз сесть за руль только рядом с Нино. Вы представляете? У Вовка и Нинка, и больше никого. Ну, погамзела она там на Дашку, что якобы-то газанула. Ну, что, говорит, она же якобы не умеет, она же не спец. Вот, говорит, она уж сколько не ездила, а сколько она не ездила, ровно столько же, сколько Вовка не ездил. Уже молчала, заткнулась и не трогала эту Дашу. Ну, нет, это же надо сказать, что вот Дашка села, газанула, а Вовка-то молодец, а Вовку-то заинтересовала машинка, и ключики заинтересовали, целовать готов. Ага, ключики, но только не пиратку. Короче, ребят, самый трешняк ещё впереди. В общем, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok